Звёздочка, генератор идей. Без неё перестанет вертеться земля. Именно так отзывается об Анастасии её классный руководитель Татьяна Геннадьевна. Она не только придумывает что-то новое, но и воплощает это в жизнь. Эта девушка никогда не пройдёт мимо нуждающейся в помощи. Причём просить о помощи её не надо. Она всё очень тонко чувствует и готова всегда помочь. Пять лет назад Анастасия закончила музыкальную школу по отделению фортепиано. Поэтому любовь к этому музыкальному инструменту и пению не покидает нашу выпускницу давно. Настя показывает высокие достижения не только на школьном уровне, но и на городском. Анастасия Овчинникова, она является активистом молодёжного центра. Она вообще во всех флагманских программах успевает. Я не знаю, как у неё это получается, но получается. Ну, ей нравится петь. В принципе, данные у неё есть, поэтому мы с ней занимаемся иногда перед концертами. Также музыкальные данные повлияли и на выбор будущей профессии. Настя планирует поступать в педагогическое колледж на музыкальное отделение эстрадно-джазового вокала. Отношения с одноклассниками сложились не сразу, говорит Анастасия. Она обучается в школе с восьмого класса и ко всем нужно было привыкнуть. Но класс принял Настю. У нас с ней дружеские отношения. Мы общаемся много уже лет. Она отзывчивый, хороший человек, который всегда поможет в трудную минуту. У Насти сложный характер, но это у неё перегорает очень быстро. И буквально через пару минут она добреет и уже про всё забывает. Про все обиды и про сказанные плохие слова. У Насти высоко развито чувство справедливости. Она – человек, способный к состраданию. Поэтому на базе городского молодёжного центра давно занимается в различных муниципальных штабах. Волонтёры победы, добровольничество. У нас со мной уже более трёх лет и с самого основания штаба она со мной. То есть какие бы мероприятия мы ни проводили, какая помощь не нужна была бы, она всё время, ну как бы, по максимальному, ну, поддерживает. Это чудесная кошка по имени Кнопа, которая приблудилась у нас около молодёжного центра. Также у нас ещё большая кошка, которая тоже хочет в добрые, хорошие руки, как и Кнопа. И сейчас, на данный момент, мы пытаемся найти им хозяев. Такова наша разносторонняя выпускница из девятнадцатой школы. В ближайшие дни мы расскажем обо всех конкурсантах, после чего стартует СМС-голосование. Мария Гринбаум, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», Пятый канал.